Музыка Изменения в жилищном законодательстве Наконец-то случилось то, чего ждали жильцы многоквартирных домов У Государственного жилищного надзора и Муниципального жилищного контроля Расширились полномочия и появились новые рычаги влияния на участников рынка управления многоквартирными домами А управляющие компании до 1 мая 2015 года обязаны получить лицензии Как это повлияет на жизнь простых дончан? Узнаем в нашей программе Проблема повышения эффективности контроля деятельности управляющих организаций Сохраняет актуальность уже не первый год В Государственную жилищную инспекцию и Министерство ЖКХ области регулярно поступают жалобы На неправильный расчет платы за услуги, невыполнение компаниями условий договора И еще на целый ряд нарушений Недавно принятые изменения в жилищном законодательстве призваны решить эти проблемы Со стороны государства тоже идет усиление, линия усиления контроля за работой управляющих организаций Основной механизм это Государственный жилищный надзор Это еще муниципальный жилищный контроль Который со стороны муниципалитетов Если Государственный жилищный надзор это уровень субъекта федерации, то есть Ростовской области То муниципальный жилищный контроль это уровень органов местного самоуправления Но тоже те же самые практически полномочия, что и государственная жилищная инспекция имеет, ну в некотором, конечно, там может быть в урезанном виде, потому что штрафы не могут сейчас налагать муниципальные инспекторы. Но проводить проверки и предоставлять материалы потом в государственную жилищную инспекцию для принятия мер, они имеют право. И этим надо пользоваться. Государство не всегда способно точечно выявить нарушителей комфорта жильцов конкретного многоквартирного дома. В скором времени вступит в силу закон об основах общественного контроля, который позволит людям более пристально следить за работой как управляющих организаций, так и соответствующих органов власти. Формы общественного контроля – это общественный мониторинг, то есть наблюдение за деятельностью государственных органов, муниципальных, если они там недорабатывают с точки зрения граждан. Это общественные проверки, которые могут быть инициированы общественной палатой, общественными советами при органах исполнительной власти. А у нас такие общественные советы созданы при каждом органе исполнительной власти области. И при жилинспекции есть общественный совет, и при министерстве ЖКХ есть общественный совет. То есть это еще дополнительный механизм контроля. Ни один механизм контроля не может эффективно работать, если люди в нем не заинтересованы. жильцы многоквартирного дома не только имеют право самостоятельно контролировать работу управляющих организаций или ТСЖ, но и должны это делать. Здравствуйте, я от совета дома по поводу ремонта. Именно такое отношение людей и порождает безответственность управляющих компаний, ведь совет дома – это посредник между компанией и жильцами дома. Здравствуйте. Здравствуйте, я к вам за реестром 16-32 космонавта. Да, вот, пожалуйста, реестр 24-го, съем электроэнергию. Хорошо, все будет. Вопросы будут, звоните? Ну, естественно. Все, спасибо. Посетителей в этой управляющей организации немного. Большинство вопросов ее сотрудники и жильцы предпочитают решать в телефонном режиме. История этой организации началась 8 лет назад с одного многоквартирного дома. На сегодня их уже 60. Большей степени людей удовлетворяло то, что именно открытость в общении, когда они приходят к нам с 8 до 7 часов вечера без перерыва и могут вне очереди, скажем так, там нечистое какие-то приемы мы не определяем. То есть мы работаем каждый день и готовы как бы любую информацию разъяснить, чтобы не возникало никаких конфликтов. Вот это как бы было первым таким удобным для них моментом, что есть свободный доступ к любой информации, чтобы было все понятно, прозрачно, чтобы не было никакого хамского отношения. Как бы все устроилось на том, что как бы относиться к днём так, как бы тебе хотелось, чтобы к тебе относились. Потому что все мы живем в таких же многоквартирных домах, все мы такие же услуги получаем. И в большей степени надо именно ставить себя на место этого потребителя. Ставить себя на место потребителя не так легко. Чтобы услышать мнение жителей, которые активно занялись своим домом, мы посетили многоэтажку, которая недавно перешла под крыло данной организации. Как только мы перешли в управляющую компанию, они нас научили, как нужно работать, какие позиции проверять в первую очередь, чтобы задолженности не было. У нас задолженность даже по оплате коммунальных квартир была, ну где-то плавающая задолженность была 150 тысяч в месяц. На данный момент у нас только две квартиры задолжника ходят. И то стараемся, чтобы они платили вовремя, предписание там даём, где-то иногда даже отключают электроэнергию. Сейчас практически все жильцы дома уже заинтересованы в том, чтобы вот всё было у нас в доме хорошо. Пока советы жильцы этого дома удовлетворены работой компании, территорию держат в чистоте и порядке. Не так давно в доме был начат текущий ремонт. Сейчас поднимемся, где-то уже ремонт сделано. Это 12 этаж, здесь уже практически ремонт закончен, осталось только покрасить дверью. Сделали стяжку на полах, здесь штукатурная работа, наделись покраска, приблизительно в таком состоянии, конечно, ещё и до конца сделано. Это как текущий ремонт, идёт со строки содержания и ремонт на квартирных домах. Значит, у нас содержание и ремонт, статья, 20 рублей 50 копеек. Вот с этих денег мы сэкономили, 3 года сэкономили, собирали денежки, и вот теперь уже решили, что уже можно делать. Сэкономить помогла и работа добровольцев. Среди жильцов дома есть бухгалтеры и экономисты, которые вместе с советом дома не дали пропасть ни одной копейки. Выполненная каждая работа у нас актируется и обязательно проверяется, обязательно сдаётся. Ну, для того это делается, чтобы деньги никуда в сторону не ушли. И мы всё это проверяем. Значит, подписываем акты, обязательно не менее трёх человек смотрят, как выполнена работа. Вот такой пример даже крышу делали. Значит, подрядная организация, с которой заключили договор управляющей компанией. Пока велись все работы наверху по крыше, мы несколько раз даже жильцы дома были заинтересованы в том, чтобы посмотреть, как ведутся работы, и всё ли хорошо сделано. По словам председателя совета, благополучие каждого дома напрямую зависит от отношения простых жителей. Для того, чтобы был такой порядок, это прежде всего неравнодушие самих жильцов. И неравнодушие тех компаний или того ТСЖ, к которому подключён этот дом. Это прежде всего. Соблюдать порядок однозначно. Соблюдать порядочность в плане использования всех энергоресурсов от дома. Однозначно порядочность. Ну, в общем, относиться так, как к своему собственному имуществу. Ещё одно немаловажное изменение в законодательстве – введение лицензирования управляющих организаций. Его обязаны пройти как действующие компании, так и вновь создаваемые. Процесс лицензирования должен начаться с 1 сентября 2014 года. Для того, чтобы пройти лицензирование, претендент, управляющая организация, должна будет представить в Государственную жилищную инспекцию пакет документов, подтверждающих соблюдение лицензионных требований, среди которых, я уже сказал, что необходимо сдать квалификационный экзамен, иметь аттестат должностным лицам управляющих организаций. Обязательным требованием является соблюдение управляющими организациями стандарта раскрытия информации, не привлечение или отсутствие фактов привлечения должностных лиц управляющих организаций к административной ответственности, к уголовной ответственности. И целый ряд еще требований, соблюдение которых мы будем проверять. Лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами не только дает право вести эту деятельность, но и обременяет закрепленными в законодательстве обязанностями и санкциями за их невыполнение. Одновременно с введением законодательства о лицензии, унесением изменений в законодательство, связанных с введением лицензирования управляющих организаций, предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. И осуществление деятельности без лицензии будет влечь в серьезные административные наказания в отношении юридических лиц и должностных лиц управляющих организаций. Кроме того, нарушение лицензионных требований также будет образовывать самостоятельный состав административного правонарушения, который предусматривает серьезную ответственность управляющих компаний и их должностных лиц. Очень долгое время в руках органов исполнительной власти не было необходимых инструментов для наведения порядка в сфере управления многоквартирными домами. Теперь они появились. Постепенно, год за годом изменения в жилищный кодекс внедрены такие механизмы, которые сейчас позволяют буквально все контролировать. И правильность расчета размера платы за коммунальные услуги, и содержание дома в плане энергоэффективности, энергосбережения. Все это постепенно в жилищное законодательство было введено, и теперь возложено на жилищную инспекцию, в частности, как на основной ударный такой механизм наведения порядка в сфере управления многоквартирными домами. Какой бы хорошей ни была та или иная управляющая компания, жильцам следует помнить, что она в любом случае является коммерческой организацией, а следовательно, ее главная цель – получение прибыли. Отсюда вывод. Ее работу и все статьи расходов на дом следует строго контролировать. Совету дома и самим жильцам вы имеете на это право.